Всем привет! С вами Priya. Сегодня нашел одну интересную темку, выложенную относительно недавно при самом последнем VTR-билде, а именно Battle for Azeroth, который сейчас находится в стадии альфа. Так вот, на такой сайт, как Wofhead, выложили калькулятор талантов тех вещей, которые мы будем прокачивать с помощью азерита, а именно в текущий момент нагрудника. То есть, все расписано, все показано, да, конечно, некоторые цифры не отмасштабированы, что-то, возможно, не является последним изменением касательно прокачки, что-то, скорее всего, еще будет изменено, доработано. Может быть, переделано в плане прокачиваемых тиров, но все же, в текущий момент нам представлен на просмотр нагрудник всех типов, именно ткань, кожа, кольчуга и плата, латы. Так, начнем просмотр кольчуги, и что самое интересное, то есть, охотник, шаман, меняется лишь три кнопочки сверху, три прокачиваемых таланта сверху в первом тире талантов, и один талант в четвертом тире талантов. Все это связано с специализациями, с их изменениями, то есть, получается, первый прок, он для всех одинаков, чемпион Азерота, что мы получаем? Мы получаем отхил, мы получаем некоторое количество универсальности на минуту, эффект может быть разогнан до двух раз, и, как я правильно понимаю, это при смерти моба в открытом мире, что ли, даже в Азероте. Ну, как-то так. Второй прокачиваемый талант, это конкретно уже по специализации идет, это килл-команд у БМа, как я правильно помню, то есть, идет усиление именно этой кнопки. Далее, Рапидфайр, Шквал, что ли? Не особо разбираюсь в хантах, но, по-моему, это Шквал по иконке даже, не знаю. Ну, это, скорее всего, у другой специализации, само собой, и самый последний прокачиваемый талант аналогично у самой последней специализации, измененной Сурва. Какая-то бомба при попадании в таргет дополнительно продамажит цель. Далее, четвертая полоса талантов, в ней постоянный талант, это Гатрипер и также Элементал Вайрл, который дает нам абсолютно все статы, или же дает нам наибольший только стат из всех наших вторичных на 10 секунд, а вот последний уже отличается. У Охотников это пассивное увеличение искусности плюс пассивное увеличение самоисцеления. Далее, просматривая третий тир талантов на седьмом уровне прокачки, это Вампирические Клыки, увеличение отхила и скорости на 6 секунд, ну и также полюбившиеся всеми предас. Каждые 30 секунд вы получаете Абсорб Щит на определенное количество урона на 30 секунд. Ну, прекрасно знаете, что это в текущий момент механика такой легендарной вещи, как предас. Ну и далее, самое последнее усиление, это увеличение Итем Левела вещи на всего лишь 5. Рассмотрев Шамана, аналогично идет так, что самая первая прокачиваемая способность, она одинакова, как и у Охотника. Все последующие отличаются по своей специализации. Также изменен талант, то есть если тут у нас пассивное увеличение искусности с самоисцелением, то здесь уже что-то поинтереснее. Исцеляя цель, вы получаете скорость в определенном количестве на 6 секунд. Производя исцеление в цели с малым количеством ХП, вы получаете либо большее количество скорости, либо гарантированно просто ее получаете. Ну, как-то так. Рассмотрим дальше. Далее кожа. Тут уже всего лишь 2 прокачиваемые способности. Чемпионы Зерота я даже в счет не беру, потому что она у всех абсолютно. Почему тут 2, а здесь 3? А это все потому, что у Демон Хантера всего лишь 2 специализации. Ведь так, это танковская специализация и дамагерская специализация. Ну, а далее все одинаково. Хотя тут кое-что новое. Получая урон, вы увеличиваете уклонение на 3 секунды, и этот эффект разгоняется до 10 стаков. Ну, и аналогично в эмпирические клыки, придаст и атеритовое улучшение на увеличение итм-левела. У друида так вообще тут все 4 спека рассматриваются, и к каждому из них идет усиление. Самое интересное, можно ли будет менять эти бонусы? Надеюсь, что да. Иначе это будет как-то слишком неправильно. Далее ткань. Аналогично усиление специализаций. Аналогично Гатрипер. Элементал Вайл. Ну, тут пассивное увеличение искусности с самоисцелением. У Преста аналогично усиление способностей в какой-либо ветке. Хотя тут есть что-то новое. Прохиливая цели с процентом здоровья менее 35. Вы с некоторым шансом дополнительно вылечите эту цель на определенное количество здоровья. Интересно. Ну, и самое последнее, что осталось рассмотреть, это латы. А латы мне всегда интересно рассматривать, потому что мой мейн ранее воин, а ныне рыцарь смерти. Так что для меня это особенно интересно. Итак, рыцарь смерти. Чемпион Азерота. Стакующийся до двух раз. То есть все это одинаково. Далее. Удар в сердце. Ну, это танковская способность. Удар в сердце дополнительно наносит 77 урона, когда поражает 3 и более целей. И исцеляет вас в нанесенном объеме. Что-то типа такого. Ну, интересно. Окей. Ледяная цитадель. Рост пилар. Ледяной столб. Дает 77 силы. Ну, определенное количество силы, конечно, оно будет масштабироваться и увеличиваться с ростом эквипа. Конечно же. Дает вам определенное количество силы, когда ваше здоровье более 75%. Эпав. Более. Ну да. То есть чем-то маленько это напоминает механику такого аксессуара, как колыбель страданий с гробницы Саргераса. Ну, весьма интересно. Будем орать хилам о том, чтобы они хилили нас в тот момент, когда мы играем во фрасте. Да. Далее. Дескоил. Русский лик смерти. Лик смерти дополнительно наносит урон. Окей. Вайлд сафар. Ну, это аналогично, как и у дыхотанков. То есть увеличение уклонения на 3 секунды при получении урона и эффект суммируется до 10 раз. Гатрипер. Он наносящий дамаг и чаще срабатываемый при здоровье целем менее 30%. Элементал вайрл. Все-таки хочется мне как-то подробно в нем разобраться, понять его истину на самом деле. Ну да, выбирается одна из стат. Скорее всего наибольшее. Если случайно, это будет как-то глупо. А вот если наибольшее, то это будет поинтереснее. Притас, вампирические клыки и увеличение итем левела. А что у воина? Странно. Иконка смертельного удара. А описание идет про экзекут. Казнь. О, так это... Работа легендарного кольца Аялы. Насколько я правильно помню. То, что казнь увеличивает дамаг... А нет-нет-нет, это не Аяла. Это правые таланты артефакта у Армс Воина. То, что казнь увеличивает дамаг от следующего смертельного урона в этот же таргет на определенное количество урона. И этот эффект суммируется до двух раз. Да, это правые таланты. Абсолютно верно. Тут же идет работа на буйство у фуриков. А здесь на удар грома у танков. Когда удар грома поражает только одну цель. Наносит дополнительный дамаг. И дает вам абсорб щит. Ой, вот это интересно на самом деле против механики соло-боссов. Весьма полезно. Аналогично Elemental Viral. Аналогично God Reaper есть для дамагеров. Ну и для танков Wines of War. То есть, получается, первая полоса представляет из себя усиление какой-то специализации, которую вы выберете, само собой. Либо же вы выберете общий талант, либо он дается всегда, и вам придется выбрать еще один из трех. Это весьма интересно на самом деле. Жаль, у меня альф нет. Я бы зашел и посмотрел бы это все вживую на самом-то деле. И то есть, я 7 минут 8 объясняю про таланты, и вебка все загородила, да? Ну, вы же мне верите на слово, да? Да и ссылочки я оставлю на все вот эти вещи, и вы сами можете все рассмотреть. То есть, получается, первая полоса — это усиление специализации. Вторая полоса — это усиление танка, усиление дамагера и общее усиление на вторичные статы. Третья полоса — это выживание. Четвертая полоса — это просто усиление итем-левела. Ну, как-то так. Я думаю, больше тут рассказывать в принципе нечего. Все рассмотрено, все объяснено, и все, что самое главное, показано на самом-то деле. Да, что-то я маленько с вебкой сделал неправильно. Скорее всего, ее вообще просто надо было убрать и убирать в дальнейшем при объяснении какой-то информации с сайта. Да, я учту это на самом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Спасибо, что смотрели. Может, поняли что-то интересного из этого. Да и все-таки при ожидании БФА нового дополнения битвы за Азерот все-таки хочется поглощать какую-то новую информацию. Но, опять же, поглощать ее трудно, если нету Альфы. Да, увы. Клуб ожидания Альфы открыт. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, легендарчик вам, что самое главное, классных, эпиков и людей хороших в ключах. До скорого. Не болейте.